Сердечно приветствую вас ангельским приветствием! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Желаю, чтобы прощение, любовь и мир Божий всегда царили в ваших сердцах, особенно в эти праздничные дни. Воскресение Христа из мертвых является самым важным фактором в истории человечества. В эти дни вся вселенная празднует победу жизни над смертью, добра над злом, света над тьмою. Читаем два текста Священного Писания. Первый, Иоанн Летоиана, 20 глава, 19 стиха. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди них и говорит им, мир вам! И часть еще второго места, Постояние Коринфянам, 1, 5 глава, 7 стих. Только часть. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Пасха, это значит пройти мимо. Ученики испытывали страх, поэтому двери дома были заперты, собрались. Поэтому воскресший Христос приветствовал их, мир вам! Именно в этот момент ученикам нужен был мир. Многие годы царило уныние, люди бессильны были перед смертью. Но над всей вселенной прозвучали победные слова. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Последний же враг истребится смерть. Эта весть наполняет нашим сердца радостью. Проходили века, сменялись поколения, но ничто не умило, не умолило события, которое произошло там, в саду аримафейского Иосифа. Миллионы христиан по всей вселенной сегодня, в связи со сложившейся ситуацией в своих домах, празднуют торжественную победу, воскресение Иисуса Христа. И как победно, триумфально звучат эти слова, слова Христа. Я живу, и вы будете жить. Эти слова в наши сердца вселяют надежду. Тысячи пленников греха вырваны из плена ада. И сегодня поют торжественную песнь Агнцу «Христос воскрес!» Праздник Пасхи – это праздник победы греха над смертью. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то и воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Вся слава принадлежит только Иисусу Христу. Братья и сестры, дорогие друзья, с величайшим праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа! Ученики три с половиной года следовали за Христом. Они были очевидцами, когда были голодны. Он преломлял хлеб и кормил тысячи людей, оставались сытыми, и еще оставались продукты. Много раз видели, как бесы покидали людей по слову Христа. Они были очевидцами, когда толпа на похоронах сопровождала, и подошел Христос и воскресил умершего сына вдовы. Я полагаю, что они видели, как слезы радости бежали по щекам этой женщины, которая получила некогда мертвого живым своего сына. И теперь их любимый учитель умер. Как трудно было им пережить это. Мария безутешно плакала, скорбь сдавливала грудь, двери дома были заперты из страха от иудеев. В их сердцах была тревога, и в этот момент именно нужен был мир Божий, мир Иисуса Христа. И воскресший Христос, первое слово, которое, обратившись к ученикам, сказал, мир вам, даю вам, мир мой, мир вам. Когда в нашем сердце тревога, мы имеем проблемы, нас придавило, нет выхода, лишились работы, кто-то из близких заболел, нам бывает трудно, потеряли мир. Мы живем в тревожное время пандемии. Кто-то в панике, где выход? Как вернуть душевный покой? Христос предупреждал, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Ведь 90% из того, о чем люди переживают, оно никогда не случится. И только 10% произойдет, и то оно под контролем Всевышнего Бога. Господь контролирует ситуацию. Говоря об этом, я вспомнил, где-то 10 лет назад на работе начальнику позвонил по телефону и сказал, что в двух автобусах нужно отремонтировать тормоза, они заскрипели. Он направил меня в компанию, я поехал, чтобы сделать системейт, и потом перезвонил своему начальнику и сказал, назвал сумму, сколько нужно платить. Он начал кричать на меня, настолько громко кричал, что я селфон, старался держать дальше от уха, оказалось, он меня оглушит. Я пытался оправдаться, сказать, что я на этих автобусах даже не ездил, я не виноват, но он дальше продолжал кричать на меня. Я подумал, я верующий, должен являть свет этому миру, а такой оказался ситуацией. Хотя я не ездил на этих автобусах, но я потерял мир. Сердце сдавило, потерял душевное равновесие. Мы живем в тревожное время. Как вернуть утерянный мир? Я помню тот день, когда ехал на автобусе, я просто стал славить и величать Бога. Господи, благодарю за эту ситуацию. Благодарю, что начальник оскорблял и кричал на меня. Господи, благодарю, что я потерял мир, верни мне его. И тогда я стал исповедовать слово из Библии. Книга Абакума, 3 глава, 17 стиха. Я просто стал слух, ехал в автобусе громко говорить. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, маслина изменила, и нива не дала бы пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Но мир и тревога наполняли мое сердце. Тревога, беспокойство наполняли мое сердце, и мир я не получил. Тогда Господь напомнил мне другой стих из книги пророка Абакума, 3 глава 16 стиха. Только несколько слов. А я должен быть спокоен. Я три раза громко в слух проговорил эти слова. А я должен быть спокоен. А я должен быть спокоен. Хорошо помню тот день, когда я ехал с работы. В моем сердце исчезла тревога, было спокойствие, Божий мир. Когда мы исповедуем Слово Божье, и основываемся на обетовании, тогда приходит мир. Нужно исповедовать слух. А почему слух? Да не отходит себе книга от уст твоих. Можно не три, а больше раз проговаривать слова обетования. Для чего мы говорим? В трех направлениях. Первое, мы говорим для Бога, Господи, в Библии есть обетование, ты обещал, исполни вот это. Второе, мы направление говорим к Лукаму, говорим сатане. Я сын или дочь небесного Отца, и ты во мне не имеешь, чтобы на мной никакой власти. И в третьем направлении мы говорим для себя. То есть говорим, проговариваем или исповедуем текст священного Писания слух. Для Бога, Лукавого и для себя. Мы проговариваем обетование. Например, в это беспокойное время коронавирус поражает многих людей. И язва не приблизится к жилищу твоему. Есть много обетований Библии, на которые мы можем основываться и провозглашать их, или исповедовать, и Господь будет исполнять наши жизни. Мы должны соблюдать правила личной гигиены. Об этом написано много в Ветхом Завете. Дистанцироваться и быть на расстоянии, когда мы общаемся с людьми. Но это временно. Иисус после воскресения принес мир, сказал, мир вам. Этими словами приветствовал учеников. Сатана закопывает цепи страха, лишает мира. А если я заболею и не выживу, дьявол завязывает нас. А что подумают обо мне и скажут? Если бы жену мироносцы так думали, что обо мне скажут? Они осудят меня. Они бы не пришли помазать Иисуса Христа. Они бы не встретили первым. Мария не встретила первым с Иисусом Христом. А что обо мне скажут? Князь мира связывают ложным стыдом. Если бы Мария стыдилась, она бы не пришла и не вылила драгоценного мира на ноги Христа. Многих лукавых завязал сегодня мировой паутиной. И настолько сильно, что люди привязаны часами, сидят на интернете и не могут ничего делать другого. Такой маленький экран завязал или привязал себе таких больших дядей и тетей. Хотя в то же время мы на интернете смотрим это служение. Проповедь и пение. Это на своем месте. Чтобы интернет не связал нас. Чтобы мы подражали и служили Иисусу Христу. Ветхозаветняя Пасха имеет связь с новозаветней. Откуда же истоки Пасхи? Бог повелел Аврааму выйти из ура Халдейского, покинув город и дал поклонство. Авраам не знал, куда идет Господь. Он повелел ему или пообещал, что у него будет потомка, как звезд на небе или песка на море. И он пошел. И у столетнего, через 25 лет после обещания Бога, когда уже было невозможно, родился сын Исаак. У Авраама Исаак родился Исаак. От Исаака Иаков или Израиль у Иакова 12 детей. Братья возненавидели брата своего Иосифа за разноцветную одежду, которую отец пошил ему из-за сновидения. Не следует родителям уделять внимание больше одному сыну или дочери. Любить одного больше, чем другого, чтобы не разжигать зависть. Из своего брата Иосифа, как креста, за серебрянники продают из зависти. Раб в Египте изучает язык чужой страны. В доме Патифара за верность Бога отправляет его в темницу. И вот Иосиф в самой низшей ступени поднимается на самую высокую. Он второй после фараона. И вот Иосиф приходит время, когда позволяет приехать своим братьям, сестрам, отцу, всем родственникам. И вот Иудеи в количестве 700 человек из Израиля возвращаются, из Палестины возвращаются, приезжают в Египет, чтобы сохранить свою жизнь. Проходит время, и новый фараон встает, который не знал Иосифа. Он был очень жесток. Рождается, мы читаем, в Библии Моисей, который чудесным образом был спасен в корзинке. Воспитан, как принц. Убегает и пасет овец. Бог повелевает выйти и вывести израильский народ. Девять казней. Песимухи, жабы в домах египтян. Вода превращается в кровь. Но ожесточенное сердце фараона не позволяет иудеям выйти для того, чтобы совершить жертвоприношение. И вот десятое наказание, самое тяжелое. Мы читаем об этом книга «Исход», двенадцатая глава, с пятого стиха. Ангел, агнец у вас должен быть без порока, мужского пола однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером. Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. Пусть съедят мясо всю его, всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травями. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших, посохи ваши, в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земле египетской. От человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное празднуйте его. Брали ангца из овец или коз. Обычная ягненка 14 дней держали в доме. За это время к нему привыкали. Он становился как будто членом семьи. Особенно привязывались к нему дети. И его осматривали. Нет ли изучали, нет ли какого порока. Так же небесного ангца так же изучали. Его привели к Пилату и потом отправляют к Ироду. И не было никакого порока у Иисуса Христа. 14 дней, когда забирали ангца из дома, полагаю, дети, может, плакали. Они уже привыкли, привязались к нему. Но нужно его было заколоть. Как бы ни мы любили ангца, но его надо было заколоть. Любовь, кровь. С кровь собирали в сосуд. Мясо испекали на огне, съедали, а кровью мазали косяки. Слева и справа перекладину. Когда евреи смотрели на ягненка, они говорили, они думали, что этот агнец умирает за меня, чтобы я мог жить. Кровь маленькой ягненка являлась гарантием жизни всех, кто находился в доме. Так же кровь Иисуса Христа является гарантией нашей вечной жизни. Пасха это значит пройти мимо. Когда ангел-губитель проходил и видел косяки дома смазаны кровью. Перекладина слева и справа он проходил мимо. И не губил тех первенцев, которые были в этом доме. Сегодня ангел-смерть или ангел-губитель проходит, поражает домах. Чтобы поражения не происходило, нужно помазать косяки сердца кровью небесного агнца. В молитве мы призываем кровь Христа. Она и сегодня имеет огромную силу, потому что победа в крови Христа, откровение 12 глава 11 стих, они победили его кровью агнца. Кровь была знаменем для ангела. Для следующих поколений, когда иудеи рассказывали своим детям, они говорили, сынок или дочь, та кровь, которую помазали косяки дверей, это было знаком, чтобы ангел прошел мимо, и мы остались живы. Кровь Христа останавливает силу греха, и она очищает сегодня. Мы читаем 1-е постание от Иоанна, 1 глава 7 по 9 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, истины нет в нас. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Агнец Кротки, как ветеринар, делал операции маленьким ягнятам, участвовал в стрижке овец. Но когда я читаю книгу пророка Исаия, как точно за 700 лет он выразил словами, сказал о Иисусе Христе кротком, он эстезуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца введен и был на заклание, как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Христос мог бы позвать и явить могущество и силу на Голгофе, но он показал свою кротость. Кротость вас добудет известно всем человекам. Какая же связь ветхозаветней Пасхи, снова заветней. Первое постановление Коринфянам, 5 глава 7 стиха. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваской, но с закваской, не с закваской, порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины. В ржаную муку обычно добавляют теплую воду. И так это 5 дней продолжается, и получается закваска. Небольшое, маленькое количество закваски квасит все тесто. В Сан-Франциско, например, закваску сохраняют уже в течение более чем 100 лет. Так же, когда иудеи выходила дочь замуж, она шла своей матери и приносила закваску. А мать брала свои бабушки. И так из поколения в поколение закваска передавалась. Но апостол, но за 14 дней до праздника Пасхи нужно было почистить домы и выбросить все квасное. Когда еврей очищал домы, не находил, проходил все уголки, проверял, что нет закваски, я говорю, мой дом чист, нет закваски. Поэтому апостол Павел пишет, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, когда иудеи вышли из Египта, они должны были оставить все привязанности и наклонности, греховное желание там. И мы должны отказаться от всего, то, что тянуло нам глаз ко греху, что нас связывало с этим миром отказаться и праздновать праздник Пасхи с опресноками чистоты и святости. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой и лукавственной с опресноками чистоты истины. Мы живем трудное время. Многие обеспокоены, как пережить коронавирус, чтобы не заболеть страх, как тень преследует. Воскресший Христос говорил, мир вам. И еще я хочу привести такой пример. Пастор летел в самолете, капитан объявил, мы входим в зону турбулентности, приезжитесь ремнями. Я, говорит, обратил внимание, что наш самолет начал поднимать то вверх, то вниз, бросает в стороны. И меня еще и что удивило, что люди перестали разговаривать, многие стали молиться, обращаться к Богу. Но еще больше удивило, маленькая девочка, которая сидела спокойно, читала книгу, бросала вверх, то вниз, беспорядочное движение самолета. Но когда самолет вышел из этой зоны турбулентности, он приземлился. Я подошел к этой девочке и поинтересовался. Почему ты так вела? Люди так были беспокоены. Она ответила, потому что капитаном корабля является мой отец. Мой папа-пилот, он везет меня домой. Мой папа везет меня домой. Братья и сестры, дорогие друзья, наша земля лечит с большой скоростью, капитаном корабля является наш небесный отец, Господь. Мой папа, она сказала, везет домой. Наш небесный отец везет нас домой, что бы ни произошло. Нашу землю иногда трясет по эпидемии землетрясения, но мы в надежных руках Бога. Господь обещал, не оставлю тебя и не покину, что бы ни случилось. Дорогие друзья, будем доверяться Богу, потому что Господь защищает, и Он нас привезет домой. Он знает, когда и кого, в какое время доставить, потому что Господь любит и заботится от каждого из нас. Мы читали, что в первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики, его были заперты, из-за опасения от иудеев, пришел Иисус, встал посреди них, и говорит им, мир вам. Нам каждому нужен мир. Бог дает им мир. А как его сохранить? Меньше новостей, смотреть, слушать, а читать Библию. Меньше тревоги, больше довериться Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.